Голод, боль в суставах, плохой обмен веществ Первые признаки обезвоживания организма Вот и Дарья Розова никогда раньше не задумывалась о пользе жидкости Пока у нее не начались проблемы со здоровьем Боль в желудке, какая-то тяжесть постоянная, неактивность, апатия, сухость кожи Начала пить воду, я даже не думала, что так просто можно решить целый комплекс проблем Если без пищи человек может прожить около 50 дней, без воды он не продержится и неделю Ежедневно мы теряем примерно 2-3 литра жидкости В жаркую погоду при высокой влажности во время занятия спортом гораздо больше Просыпаясь, мы выводим из организма около полулитра воды Оказывается, это наши почки всю ночь трудились И из плазмы, очищая ее, вывели около полулитра воды Нам нужно ее сразу же пополнить Поэтому у меня есть такой вот принцип Коснулись ножками пола, пусть стакан коснется губ Первые признаки обезвоживания Сухость во рту, головная боль, головокружение, голод и даже сонливость Хорошего мало, но рекомендации к лечению этих симптомов простые Организм должен получить достаточное количество воды или жидкости Пошел, взял или минеральную воду, или заварил себе чай, любую жидкость Выпил компот, я знаю, или съел какие-то фрукты Если пить не хочется, то насильно вливать в себя несколько литров воды не надо Лучше постепенно вырабатывать привычку Идеальный вариант это полтора литра зимой и два с половиной летом Добавляйте в воду, например, лимон Добавляйте в воду любой фрукт, который вам нравится Грейпфрут, апельсин, могут быть какие-то ягоды Может быть имбирь Многие жалуются, что не хочется холодной воды Тогда я предложу использовать вот такие вот термоса Которые позволяют сохранить теплоту воды где-то 6 часов Следите за своим самочувствием, соблюдайте здоровый образ жизни А в случае возникновения каких-либо симптомов не занимайтесь самолечением Александр Кононов, Евгений Горбузов, Утро нового дня